Всем добрый вечер. Кто-то спрашивал у меня, как я делаю на практически молоке оладушки. Вот я сделала тесто. Нужно кинуть соду, которая пищевая, и 3 стаканчика мерных муки, чтобы оно было такое густое. Я вот такую ложечку кладу. Вот у меня вот они получаются. Я вот их жарю. Они уже пожарились. Сейчас уберу их. Вот они такие воздушные. Воздушные. Не такие, как на кефире делаются. На кефире они получаются тоненькие-тоненькие. А вот на прокисшем молоке они такие воздушные и пышные. И вкусные, естественно, из-за того, что они воздушные. Это я вот положила. Сейчас я убавлю. Хочу вам показать, какие они получились. Сейчас поставлю на единичку. Там кот лезет у меня за сметанкой. Сейчас вот. Вот, получается, я набираю ложечку, чтобы мимо не капнуть. Вот, получается, я кладу. И они сразу схватываются и становятся пышными. Поставила их на маленькую температуру. Ой, все равно капнула. Все равно капнула. Сейчас протрует. Ай, все, уже схватилось. Придется плиту чистить. Схватилось уже быстро. Хотя здесь прохладно. Ну, рядышком теплое. Ну, ничего страшного. Почищу потом. И, получается, вот. Я убавила. И, получается, вот какие. Обязательно надо стукнуться. Вот какие. Со сметанкой ем и с виноградом. Купила сегодня виноград. Вот с виноградом ем. Со сметанкой. Сейчас я вам покажу, какие они в разрезе. Видите? В принципе, я даже не режу. Всегда ем. Так. Надкусываю. Вот такие они. Пышные. Пышные и воздушные. Не на кефире. Вот они. Вот он какой пышный. Видите? Сейчас откушу. Вот. Он пробегся. Пузырчатый. Видите? Воздушный. Ну, вот я со сметанкой. Почти все съела. Очень вкусный. И две ягодки виноградика. Приятного аппетита. Очень люблю оладушки со сметанкой. Не с повидлом, не со сгущенкой, не с джемом. Именно со сметанкой. Решила на ужин сделать оладушку. Ну, молоко получилось. Вот оно прокисло. Я его специально прокисла на подоконнике. И вот оно такое вкусное. Спасибо. Всем приятного аппетита. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok